В эфире программа Малахов. Новые маленькие хитрости для здоровья по вашим многочисленным просьбам. Мы продолжаем наш бестселлер и собрали для вас лучшие лайфхаки. Самый простой рецепт от кашля. Сохранить молодость и сэкономить просто тысячи. Лучший завтрак и голова не будет болеть. Записывайте все наши рецепты, потому что они вам точно пригодятся. Малахов. Сегодня в 16.30. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Ну что, вы видели вторую часть программы Лайфхаки о здоровом образе жизни и вокруг него. Смотрел программу мой знакомый. Из его слов, именно, не передергивайте, из его слов. Говорит, такой примитив я не смог вторую часть досмотреть до конца. Но все это есть, все это было. То есть, нормальный человек после 30 лет уже должен как-то соображать и каких-то знаний набраться. Это его слова. Еще раз запомните. Ну а что скажет Светоч? Светоч решил сделать следующее. Вы можете зайти на Яндекс, на Яндекс.Дзен, набрать Малахов Геннадий и так посмотреть именно фото. Что тут будет про фото? Ну давайте вот посмотрим, так я видео решил построить. То есть, вот эти фото как раз и расскажут о моей деятельности, что ли, сознательной. Вот тут я просто сижу, если так слева направо, верхний ряд, в синем костюме. Здесь я как раз вот этот видосик, где я пальчик поднял вверх. Это съемки на московской квартире, которую я снимал. Целебную кулинарию я там снимал для этого. Ну, далее, далее. Вот книжечка моя. Это как раз, по-моему, целительные силы. Юбилейное здание. Ну, дальше я вот сижу, второй ряд, второе фото. Это я сижу на передаче. Уже, так сказать, передача закончилась. Я сижу расслабленный, усталый, утомленный. Но, тем не менее, глаза горят. Тут меня как-то сняли так, что я это самое, расплывчатый. Здесь я не знаю даже, что тут такое. Что такое это? Это восьмерка. Это я снимался на восьмом канале. Кстати, восьмой канал, интересно, ну, пустой. Они, знаете, вот есть люди, которые получили в свои руки канал. А что с ним делать? Они не знают. Как, что, то, что. Когда я у них был, так хорошо развернулся передача, спонсоры, монсоры пошли. То есть я не прочь на восьмом канале. Передачку так раз в недельку бы делать. Хотя бы нормально было. Каждый день все-таки тяжеловато уже. Старикан, Суперман. Здесь и СССР. Здесь я сижу, что-то тут рассказываю. Вот еще. Посмотрите. Посмотрите на меня. Что предсказала Ванга. Ну, пойдем дальше. Второе фото. На передаче. Дальше. Это мы. Это мы, по-моему, ТВ-3 пытались сделать. Это я стою. Участница передачи на ТВ-3 пробовали. Здесь я показываю третья фотография сверху. Видите? Показываю лотос. И стою на руках в то время. То есть, по этим фотографиям вы еще можете понять, чем я занимался, что я мог раньше делать. Кое-что я и сейчас, конечно, могу сделать. Ну, тут уже сидит, сидит. Это руки разводит. Здесь. Это опять-таки в той квартире, где я делал целебную кулинарию. Это передача, скорее всего, уже доброго здоровьица. Ну, тут я с яблочком. Вот это вот снимочек, где я с бокальчиком. Ну, это я, по-моему, на передаче, вернее, не на передаче, а попросили меня прийти, показывали пародии на меня. Как раз тут стаканчик стоит, и я вот смотрю эту пародию. Пошли дальше. Значит, здесь опять я считаю на кухне московской, как раз вот эти все. То есть, свет я приобрел, я приобрел фотоаппарат, я приобрел там. Ну, все-все-все необходимо. Вот этот компьютер, все целиком, для того, чтобы снимать передачу. Более того, хочу сказать, я почувствовал, что мне по силам сделать канал, канал телевизионный. И я примерно собрал, какие передачи, допустим, там, ну, грубо говоря, настрой вначале идет, потом там какая-то гимнастика, потом еще что-то. То есть, продумал, чем его наполнять. Ну, как говорится, к сожалению, для того, чтобы все это делать, нужны money, money, money. Идеи-то есть, money, money нету. А сейчас уже, сейчас уже у старикана Цукермана и желание уже практически пропало. Далее, далее здесь меня сняли поза льва. Вот, так сказать, вот смотрите, какая поза льва. Вот она такая, ну, в данном случае выставляет, вот какой-то придурашенный человек. Книга, книга, здоровый позвоночник написал. Позвоночник у меня действительно здоровый. Вот сегодня я сделал отрыв веса в становой тяге, конечное положение. 520 килограмм всего. Вот, можете посмотреть. Посмотрели? Далее мы с Ангелиной Михайловной трудимся на программе Доброго Здоровица. Кстати, Доброго Здоровица я запатентовал это название как марку. И использовать его теперь никто не должен. Ну, посмотрим, как он должен, не должен. Могу эту марку продать заинтересованным людям, если есть желание. И одновременно могу даже к этой марке в придачу дать кучу видосов, чтобы это как-то соответствовалось. И если люди знающие, глядишь, подхватят, раскрутят, их будут стружить, так сказать. Здесь я даже не знаю, где я стою. Где только я не был. Так, яблочко показываю. Ну, это какое-то такое на фоне чего-то. Здесь, опять-таки, это какие-то съемки. Где-то что-то я уже и не упомню. Где это было. Это даже, возможно, какие-то рекламные съемки. Так, Малахов Геннадий, витамины и минералы. Написал книжку большую. Витамины и минералы. То есть тема эта для меня давно знакома. Здесь я сижу в капустных листьях. Тут уже, опять-таки, это, по-моему, на ТВ-3. Не, наверное, а на ТВ-3 пробовали снимать передачу. Но что-то, что-то кому-то не понравилось. И ее благополучно закрыли. Ну, закрыли так, закрыли. Далее, опять-таки, теперь ракурс такой. Первая фотография, поза льва. Ах, какой придурашный. Далее улыбается Петрович с яблочком. Я здесь стою на своей целебной кулинарии. Это, по-моему, Малахов плюс фотка. Потом дальше женский календарь, лунный календарь на 2016 год. Делал календарь, пожалуйста, все это было интересно. Ну, потом это все как-то перестало интересовать и читателей, и издателей. Раз, читатели. Нет, то что. Здесь мои книги какие-то. Исцеление перекиси водорода, лечение пастом, молитва, уринотерапия. Тут я сижу в задумчивости. Красота тела в силе духа. Вот такая даже книжка. Здесь я гантельку поднимаю. Тут что-то даю. Малахов и Геннадий, значит, советы на каждый день. 13-й год, видите, было. А вот фотка стариканчик. Жонглирует гирями. Это уже на программе, на программе, по-моему, Малахов плюс. Дальше давайте идем. Вот, знаете, все фотографии, которые выкинула на Яндекс.Дзен. Книжки опять-таки мои. Ага, ну это было, значит, с гантелькой. Так, 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 а-та. Ага, это, значит, было. Это можно пропустить. Вот дальше, вот я стою в самом начале оздоровительной карьеры. То есть я уже прошел чистки. Я уже получил прекрасные результаты в оздоровлении. И мне захотелось рассказать. Я пошел сам в издательство. То есть я провел инициативу. Пошел в издательство. Собрались люди. Собралось руководство этого издательства. Я прочитал лекции. И более того, после нее я не просто прочитал, знаете, вот я то-то, а то-то. А я наглядно показал. Пожалуйста, закаливающие процедуры. Кто что там показывает. Ну, здесь меня выставляют в предурашном свете. Так, дальше книга. Это я опять-таки сижу. Поза лотоса. Стою на руках. Тут Геннадий Малах, а видите, какое лицо было, так сказать, ни одной морщинки, ничего. А мне уже было где-то под 60 здесь. Под 60. Сейчас вы меня наблюдаете. Пошел восьмой десяток. Так, это что-то я там рассказываю на своей собственной кухне. Далее. «Оцелительные силы. Первый и второй том. 25 лет. Юбилей. Гантельку поднимаю. Как сохранить здоровье». То есть не просто я вам рассказываю, как сохранить там здоровье, и знаете, а сам автор там. Он сохранил там здоровье или нет? Я не хочу сказать, что я нахожусь в какой-то там идеальной форме, выгляжу. Но тем не менее, тем не менее, я живу полноценной жизнью. Некоторые вещи не хочется рассказывать, такие, как, допустим, интимные вещи. Ну и в этом отношении, знаете, все прекрасно. Так, это с передачи видосики. Далее вот я тут лежу на коврике с гирями. Что-то тут я жую. Малахов рекомендует. Это, скорее всего, бассейн, скорее всего, кремниевые термы. Прекрасное место, где я изредка отдыхаю, когда есть пенонзы. Тут меня все продолжают выставлять в, как бы сказать, в дурном свете. Светоча выставляют в дурном свете. Позу льва для большинства необразованного населения, это кажется каким-то, знаете, шутерским поступком. Далее я тут присутствую, это опять-таки на съемках в собственной передаче «Целебная кулинария», в квартире, где я снимал. Квартира мне очень понравилась. 40, по-моему, 3 миллиона она тогда стоила. Это как раз был 2013 год. Хочешь, покупай. Как говорится, не потянули. Так, дальше что-то. Дальше у нас идет что-то. Геннадий Малахов, тут что-то такое написано. Советует Малахова книга. Опять-таки, знаете, надо вот сколько этих фотографий. Ну, ставили одну фотографию, ясно и понятно. Нет же, надо вот, знаете, что в таком темном свете выставить светоча. Отлично сказано. Видите, тут я что-то. Это мы с супругой сидим, катаемся. Это опять-таки в московской квартире. Это тоже в московской квартире. Как раз там снимали рекламу лошадиной силы. Вот это как раз. Далее, что у нас? Лечебное раздельное питание. Сколько, сколько! Это я тут уже сижу. Здесь я сижу, что-то вам рассказываю. Это я, видите, смотрю, скорее всего, программу Малахов плюс. Домашний лечебник. Пожалуйста, домашний лечебник. Великолепная книга. Как раз вот на эти все случаи жизни для большинства людей. То есть большинство людей, вот как начали говорить, то есть на передаче вот этой вот собрали блогеров. Блогеров-миллионников. Полтора миллиона, три миллиона, пять миллионов. И что? Ну, самое-самое такое, простое. Самое вот это самое. И не надо никаких там сложностей. Не надо никаких сложностей. Ну, не надо, не надо. И люди, в основном, они еще далеко до пожилого возраста. То есть под 60, там, по-моему, особо никого и не было. Один светоч был на восьмом десятке. Что я хотел бы сказать? Выберите пример с тех людей, которые в течение жизни своей что-то показали, достигли. А не то, что в молодости. Да, в молодости мы все были хороши. Это как раз, возможно, я в Узбекистане. Так, сидим, сидим. Малахов из сосуда своего. Целительные силы три. Передача. Это я сижу тут, видите, вот так сижу. На передаче Малахова плюс, пожалуйста. Целительные силы одна из первых изданий. Целительные силы два. Это уже на 25 лет. Видите, вот такая обложечка была, теперь такая стала. Далее пародия на меня. Малахов плюс голодание. Это, по-моему, сделали DVD-диск передачи. Далее спрашивают, куда исчезть народный целитель, почему больше не это. Ну, почему больше не это? Да потому что передачу решили сделать больше на таблетке. А я просто-напросто не стал этому потакать. Далее. Мандалы. Целительные мандалы. Раскраски. То есть это особая форма оздоровления. Особая форма взаимодействия с пространством. Привлечение здоровья и удачи. И так далее, и так далее, и так далее. Которая, которая. Ну, сейчас-то вообще начали об этом там рассказывать, показывать там, что такое. Ну, мало кто понимает. Библиотека здоровья опять-таки. Геннадий Малахов, Крым, который действительно помогает. Г. Малахов. Кстати, вот эта вот подпись, это не моя. Я подписываю плохо, но это еще хуже. Знаете, вот, если человека, как бы сказать, опошлит, вот, поставьте вот такую вот эту самую подпись, и все станет ясно. Вот стою, смотрите, какой стройненький, какой красивенький. Так, лунный календарь здоровья, 16-й год. Это я дома сижу, сижу дома, на кухне, что-то там вам говорю. Опять пошли фотки с яблочком, сижу. Так, видите, какой брутальный мужчина. Далее тут что-то я скорчил рожу. Лечение простатита, книжечка. Кстати, у меня с этим делом полный порядок. Ладно, так, сижу. Тут я подписываю книгу, тут я что-то рассказываю. Показываю, видите, там фотка. Я сижу в позе закрытого лотоса. Малаха, вот еще не организм, правильно питание. Видите, сразу же вот эти книжечки. То есть, как бы ни хотели, они мне вот этими вот фотографиями, вот этими опошлить. Человек, который разбирается, он все-таки столько книг, столько людей. Вот, смотрите, это какая-то актриса пришла, мы с ней снялись вместе. По-моему, из какого-то сериала, насколько я понимаю. Они все-таки понимают, ну не может быть, чтобы вот так вот, такой, как говорится, языковываливатель быть глупым человеком. Далее книга «Лечебное раздельное питание». Что еще у нас? Еще тут Малаха. Влечение по столу молитвам с заговорами. Путь к здоровью. Записки голодающего наконец-таки появились. Записки голодающего. Сейчас я начал работать над записки голодающего. Четыре. Ну, так сказать, приостановился. Приостановился. Не все так сразу идет. Это моя кюхня. Тут что-то я рассказываю. Вот сидит, смотрите, интересный мужчинка, самый правый, который что-то тут, так сказать, смотрит. Он что, глупый или нет? На передаче, далее, следующее. Я показывал какие-то упражнения, я показывал. Не просто было показывать или на голову становиться, я помню. На голову надо встать. Вот с этим пиджаком все на тебя вываливается. И весь этот пиджак. То есть, хотя бы какой-то спортивный костюмчик. Ну, вот так было. Книжки «Путь к здоровью». Перекись. Перекись. Водороды и так далее. Исселение керосина мрака. Видите, все-таки и эту книжечку печатали раньше. А это вы наблюдаете у меня в зале. Я сам сделал вот этот тренажер. Зал еще, видите, на окнах решетки. Окна сами, деревянные рамы. Все это было со временем заменено на пластиковые решетки. Убрали. И в этом зале я занимаюсь. Можете глянуть. Я сегодня занимался. Вот, пожалуйста. Немножко посмотрите. Так, очищение организма. Вот я тут стою. Брутальный мужчинка. Это вот как раз с известным музыкантом. Мы на корпоративе Первого канала, наверное. А вот эта уникальная книжечка «Интимные нормы и здоровье». Пожалуйста. Было издано в разных вариантах довольно-таки много. Тут Геннадий Петрович читает. Я считаю, что это неправильно. Ну, хорошо, неправильно. Это мы с какой-то актрисой, по-моему, на ТВ-3, который снимали здесь. Тут опять язык. Ну, без него никуда. Тут написали какую-то глупость. Вот так-то. Самое интересное, люди, написавшие глупость, и думают, что ты, как бы сказать, на самом деле глупый человек. Ну, где они, так скажем, и где я? Хотя бы так сказать. А вот, смотрите, вот ты такой-сякой на букву «Г». А смотри, а мы вот такие вот красавчики. Знаете, из-под тяжка можно там плюнуть, там что-нибудь сделать. А кто ты такой на самом деле? Чего ты достиг? Далее книжечка «Укрепление развития жизненной энергии». Опять-таки, я тут сижу. «Очищение организма». Здесь я что-то там рассказываю. Это я уже дома. Вот это, видите, у меня этот самый рейт, массив. Тоже дурацких денег стоит. У меня таких два. То есть, накопители, куда можно сбросить материалы. Я сейчас работаю, как я там сам, на конвейере. Сделал и в YouTube. Если в YouTube что-то там произошло, эти видосы пропадут. А некоторые, ну, некоторые из них, ну, насколько я посчитал, наиболее ценные, я оставляю. Так, оздоровительные советы на каждый день, 13-й год. 13-й год для меня оказался, 2013-й, наиболее, наиболее, можно сказать, удачный во всех отношениях. Меня вновь пригласил Константин Львович Эрнст работать на Первом канале. И я с 12-го, с конца 12-го года проработал весь 13-й год, где-то месяца 2-3, 14-го года. И все, на этом закончилось. Это как раз, наверное, наверное, Малахова плюс. Далее, вот плюс. Совет голодания в лечебных целях. Домашний лечебник. Вот он смотрит, смотрит открыто, Петрович. Тут еще здесь чем-то заляпали. Онкология, помощь в этом написал книжечку. Видите, лечение постом молитвой. Это моя тут жена. Малахова и путь к здоровью. Большая книга о здоровье. Кстати, есть энциклопедия о здоровье. Я ее не писал. Ее составили издатели за меня. Они так решили. Оздоровительные советы на каждый день. 2007 год. Это как раз время рассвета передачи Малахова плюс. Удательства там подключились, печатали вам все и покупали вам все и так далее. Это, видите, ТВ-3. Так, как я и сказал. Вот мы там стоим. Тут что-то я пью. А вот это, вот это вот крайнее правое верхнее фото. Я стою и вот врач стоит. Это как раз вот в 10-м году в августе отсняли 15 передач вот этой новой программы Малахов плюс, на которой я посмотрел, что программа идет не туда и решил с нее уйти. Далее, биосинтез, биоэнергетик. Это что-то тут показываю. Так и на него было 2007 год. Целительные силы. Укрепление в пожилом возрасте. Это что-то тут уже издатели без меня влепили. Потому что целительные силы, их всего 4 книги. Они приплели туда пятую. А укрепление здоровья в пожилом возрасте, это, по-моему, издательство Невский проспект. Это совершенно отдельная книга. И, кстати, тут написано бестселлер. 30 миллионов продано там за сколько-то лет. Уже не вернуть, хоронят. То есть это уже магическое воздействие. Ну, хоронят. Кто похоронил, пусть она к этому человеку, его помыслы вернутся. Так, полная энциклопедия. Здоровья. Вот она, значит, я на программе Малахов Плюс. Малаховы. Ха-ха, два организма. С гантельками это в своем спортзале. Опять-таки, вот это вот. Позу льва для них это, для них это что-то такое невероятно. Тут я сижу, леченник керосином. Ха-ха! А, старческого маразма. Вот люди вот так это воспринимают. Ну, хорошо, хорошо. Я жив-здоров. Это на кухне я уже сижу. Так, 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 Малахов. Целительные силы. Первый, второй и третий, четвертый. Вот она уникальная, так сказать, здание юбилейное. Далее опять тут. Если третья команда победит, Facebook покажет все, что надо. А, Малаховы организма, очищение организма, правильно питание. Тут я сижу молодой, пью молочко. Вот там я, значит, рекламирую лошадиную силу. Вот в той квартирке, где я снимал целебную кулинарию. Это я здесь сижу, там у меня такая красивая, так сказать, обои. Так, золотые правила питания. Уникальная книга, которую, знаете, вот сижу, смотрите, какой свеженький, что-то рассказываю. От постоянного сидения рядом с клавиатурой, рядом с клавиатурой, за клавиатурой, как я сейчас вижу, начинает болеть спина. Затекает, болит, надо ходить. Ну, в данный момент, ну, мне надо, у меня не спина болит, а если раньше болела спина, и от занятий, то есть это все у меня перестало болеть. Самолет промчался, то у меня теперь болит седалище. Поедем дальше. Мне 50 лет. Уникальная книга, это мои дневники, где я написал. Очень много у меня этих экземпляров осталось. Бумага великолепная, издание великолепное. Пожалуйста, приобретайте. Как я начинал, если кому-то интересно. А как начинал, а как голодал, а что было, а как там чистил, а что было, ну и так далее, так далее, так далее. Это я сижу, здесь уже за компьютером, одно из последних, вот. Так, библиотека, здоровье, соль и сахар жизни. Так, у меня биоматериал, хрен кто получит, что-то тут я жую, якобы, вот так приписали, приписали эти самые юмористы. А, так, целительная сила, здесь я стою, сижу, это вот, видите, на восьмом канале я. Кстати, на восьмом канале, видите, как я тут выгляжу? Это после того, как у меня на голоде я пил талую воду, у меня вышел из почек песок, и довольно-таки сильно это отразилось на моем здоровье. Тут как-то даже видно, тут височек, так сказать, у меня там упал и прочее, прочее. Ну, сейчас, все, все отошло. Далее, мои личные методы оздоровления из сосуда своего, лучшие рецепты оздоровления, голодание, день здоровья, оздоровительные советы на 2008 год. Ну, пожалуйста, АИФ, в АИФ я что-то там рассказывал. Кстати, АИФ что-то там пытался снимать, что-то там такое было, даже там было. Укрепление развития жизненной энергии, это мы с Андреем Малаховым стоим, это я тут на кухне. Вот этим всем фотографиям, которые выложены в Яндекс.Зен, вы можете обо мне судить. Что там было, что там стало, моя деятельность, ну и вдобавок, как меня пытаются ошельмовать, превратить в какого-то там глупого, недалекого человека. Но они заблуждаются, и те люди, которые регулярно на канале, те понимают, что это вам не ухты с бухты. Ну что, на этом я и закончу. Значит, программа лайфхаки «Россия-1» закончилась, вы можете ее посмотреть, самостоятельно оценить вторую там часть, первую часть, и сделать свои выводы. Ну, как-то вот так вот.